Здравствуйте, уважаемые зрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками, вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про развитие дворового вида спорта, такого как хоккей. И если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, звоните. Мы работаем для вас в прямом эфире. И наш телефон 508-86-84. Мы постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня Алексей Юрьевич Алянич. Добрый вечер. Здравствуйте. Алексей Юрьевич, начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью Одинцовского района. А также Дмитрий Вячеславович Гавердовский. Добрый вечер. Добрый вечер. В свою очередь, Дмитрий Вячеславович, консультант-эксперт общественной палаты нашего района. Благодарен, что вы к нам сегодня приехали. Ну, конечно, понятно, что уже у нас скоро пойдут потепления. Однако, тем не менее, в хоккей все еще народ гоняет активно по дворам и так далее. В общем-то, это вид спорта, который в нашей стране всегда с особым, в общем-то, отношением пользовался. Тем не менее, вот хотелось бы все-таки в целом начать с каких-то базисных вещей. Вот насколько действительно именно в дворовой форме хоккей, да, у нас в стране востребовано. И почему? Ну, не в стране, наверное, а в районе. Давайте поговорим о районе. А у нас особенная ситуация в районе относится к стране. Ну, в стране он востребован. Это спорт номер один. Вот я так считаю, что у нас даже, по-моему, хоккей популярнее, чем футбол. И, ну, судя по тому, как играется внутренний чемпионат, да, спорим, как мы следим за сборной России, как бы, да, какие популярные. Вот хотелось бы, чтобы и везде он был таким же популярным на местах, в поселениях. Поэтому вот и, собственно. А зачем вот он вообще нужен именно в дворовой форме? Зачем, ну, понятно же, полно абсолютно ледовых дворцов, да? Это даже местами в отдельных регионах страны даже являются причиной для шуток таких, что там дворовых этих, не дворовых, а краски, ледовых дворцов больше, чем фактически команд. Вот. А именно вот в дворовой форме зачем это? Ну, это, мне кажется, не только вот паганда вот хоккея, да, самого, но просто здоровый образ жизни. Потому что у нас вот в районе, допустим, у нас зимние виды спорта, это лыжи, да, там лазутинка наша, да, и ледовые площадки. Но их, как бы, в поселениях не так много. Поэтому надо, чтобы в каждом поселении были такие площадки, потому что это же не только хоккей, это и массовое катание, это и, так сказать, родители с детьми могут ходить на лед. Я думаю, что обязательно должны быть. Алексей Юрьевич, я, наверное, к вам, как к начальнику соответствующего отдела, вопрос, на который, я уверен, вы знаете ответ, а в принципе вот дворовый спорт сегодня, да, а что это вообще такое? Вот он появился, так понятно, не просто так, не спонтанно, он развивался на протяжении многих лет. Вот на сегодня, в Одинцовском районе, что для наших людей вообще собой представляет именно дворовые виды спорта? Ну, дворовый спорт, как таковой, действительно, понятие появилось сравнительно недавно. И если вначале мы ставили задачу обеспечить доступ к спортивным сооружениям в пределах шаговой доступности, выходя из дома, сейчас мы ставим уже перед собой задачу загрузить те объекты, которые построились, чтобы на них пришли жители и занимались именно активным отдыхом, спортом, я не знаю, проводили активный досуг. И еще один вопрос, который появился, это действительно мы с общественной палатой по этому поводу разговаривали неоднократно, это уже содержание тех объектов, которые у нас появились. И мы делаем со своей стороны, я не скажу, что максимально, наверное, максимально никто не делает максимально возможное, но мы делаем достаточно много для того, чтобы и обеспечивать контрольную функцию, и обеспечивать какую-то функцию финансирования, чтобы в поселениях, во дворах появлялись хорошие, хорошо спроектированные, удобные площадки, чтобы они не были бесхозными, чтобы за ними был закреплен какой-то балансодержатель, какое-то ответственное лицо. Мы стараемся загрузить данные объекты какими-то спортивными мероприятиями, чтобы они не были брошены, чтобы на них приезжало руководство района, чтобы к ним, к этим площадкам приходили жители, и, ну, собственно, тот объект, который используется, он никогда не будет приходить в запустение. Если вдруг там что-то сломается, это быстро-быстро приведут в порядок. Примеры этому есть. Действительно, мы пишем и в городское поселение Одинцово, устраняют недочеты, и управляющие компании здесь достаточно добросовестно ведут себя, и достаточно быстро устраняют те грехи, которые возникают. Алексей Юрьевич, а насколько действительно важна роль именно муниципальных властей в развитии именно дворового вида спорта? Потому что, например, с тем же футболом, насколько я понимаю, ну, все проще, да? Мяч взял, вышел на улицу, вот тебе, в общем-то, и готовая площадка, правда? А с тем же хоккеем, конечно, ситуация несколько иная, потому что здесь ведь речь идет в том числе и о безопасности, правильно? Конечно. Ну, в данном случае безопасность окружающих зависит от проекта спортивного объекта. Он должен быть оборудован бортами, сеткой по стандарту и горизонтальными, вертикальными сетками. В идеале на объекте должен во время занятий массовых присутствовать инструктор по работе с гражданами. Отдельная тема, наверное, для разговора, достаточно большая. Уровень хоккея, который любительский, он в целом не предполагает достаточно большого травматизма, и при соблюдении базовых требований безопасности травмы, как правило, не происходят. Можно ли сказать, что действительно наши объекты Одинцовского района, дворовые вот эти исключительно коробки и так далее, своего рода являются такими площадками для фактического воспитания чемпиона в будущих? Можно ли сказать, что действительно хватает того, что есть, для того, чтобы люди себя самореализовывали? Если у них есть вот это искр, талант, да, и желание заниматься спортом? Ну, я знаете, как отвечу. Очень хотелось бы, чтобы таких объектов хватало. К сожалению, мы понимаем, мы видим цифры по нормативам, что таких объектов должно быть больше. С одной стороны. С другой стороны, мы, как органы исполнительной власти, должны показать пример. Различными программами, спортивными мероприятиями, чтобы привлечь жителей и показать, как можно проводить время на данных площадках. Потому что для многих они привыкли работа-дом, работа-дом, они вышли, посмотрели, собственно говоря, что, ну да, кто-то катается на площадке. А если устроить на ней какое-то спортивное мероприятие, в том числе хоккейный матч, какой-то хоккейный турнир, его правильно осветить в прессе, и не в одной газете, а где-то так массово, и современной технологии использовать, тогда, наверное, жители уже задумываются, и в какой-то момент сами оденут коньки, и взрослые выйдут и покатаются. Собственно, ну, я так предполагаю, что в идеале должно так выглядеть. Можно я еще добавлю? Конечно, давайте. Я хотел еще сказать, что все-таки нам нужно начинать с самих ледовых площадок. То есть нужно сначала залить их, сначала хороший лед сделать, предоставить жителям возможность туда ходить, да? Потому что не во всех поселениях, во всех поселениях есть коробочки маленькие, спортивные, маленькие, большие, но они не все заливаются. Понимаете? Человек пришел, там полметра снега. Давайте сначала зальем коробки для жителей, и потом жители будут ходить с детишками, и, так сказать, и с родителями, и в хоккей играть. А как подобные вопросы вообще, Алексей Юрьевич, решаются? Это по обращениям подобная работа проводится? Ну, я же понимаю, что администрация едва действительно охотится за всеми коробками в районе и старается их все залить. Происходит приблизительно следующее действие. Перед зимним сезоном мы отправляем во все поселения нашего района запрос о количестве планируемых к подготовке и залитию ледовых площадок. Собираем данные. Далее к нам приходят уже данные от тех же поселений о том, какое количество площадок они залили. И мы, в принципе, уже, и помимо того, какое количество площадок они залили, они присылают перечень мероприятий, которые на этих площадках проходят. С отчетами, с фотографиями, когда эти мероприятия проходят. Но я действительно здесь, наверное, соглашусь с общественной палатой, что в связи со многими условиями, они бывают объективные, но бывают и необъективные. Не все площадки поддерживаются на достаточно качественном уровне, чтобы туда могли прийти жители и провести как-то время весело, активно с семьей. Мы получаем от жителей обращения, мы отслеживаем их. К нам приходят и через систему добродел, и через управление внутренней политики администрации нашей. Нам, в принципе, мы собираем информацию, и по каждому обращению мы пытаемся разобраться. Есть объективные причины, это погодные условия. Я понимаю прекрасно, что в данном случае администрациям очень трудно привести в порядок, быстро привести в порядок площадки. Но есть площадки, которые были залиты, как вот было сказано уже, они, может быть, и не были даже залиты. Нам было объявлено об этом. Но если они залили, и потом их просто не приводят, не поддерживают их состояние. И здесь, конечно, терять такой ресурс, это очень обидно, неправильно. Мы, я думаю, должны выстроить какую-то систему анализа. Возможно, мы сейчас с привлечением, у нас появляется определенный ресурс сейчас с учреждениями. Мы хорошо, достаточно сильно развиваем школу спортивную с отделением хоккея и фигурного катания. И их ресурс, в том числе, мы можем использовать, проводя на этих площадках какие-то отборы, просмотры, мастер-классы. Ведь не все же хотят быть профессиональными хоккеистами. Кто-то просто хочет, может быть, поиграть в любимый хоккей. Да это просто отдых после работы, понимаете? С детьми вот еще вышли родители, покатались на коньках. Это же не только хоккей. Я вот еще раз хочу сказать, что это и просто катание массовое. И просто можно с клюшечкой ворота поставить, не обязательно играть команда на команду. А просто, так сказать, потренироваться. Очень здорово. Да и ведь имеется огромное количество молодежных, именно народных видов, собственно, игры. Которые на льду проводятся абсолютно. Уважаемые зрители, я напомню, мы сегодня говорим о развитии дворовых видов спорта в России. В частности, в нашем Одинцовском районе. В частности, сейчас все-таки зима, мы говорим о хоккее. И тем не менее, если у вас имеются любые вопросы к общественной палате относительно любого аспекта ее работы, мы работаем в прямом эфире, ждем ваших звонков. Наш телефон 508-86-84. Звоните. Алексей Юрьевич довольно интересную тему, на самом деле, поднял. Это вопрос, который общественная палата тоже не раз, в общем-то, озвучивала. Это дворовые инструкторы, такие дворовые тренеры, которые будут собирать команды именно из жителей дворов, которые будут организовывать какие-то местного характера турниры, соревнования и так далее. Если можно, вот подобную идею можно немножечко развернуть и раскрыть. Как вот именно общественная палата себе это видит и зачем это нужно? Ну, у нас даже в общественной палате есть несколько человек, которые занимаются как раз этим видом деятельности. Именно на энтузиазме все это делают, собирают, устраивают небольшие турниры по футболу, по баскетболу, ну, по таким видам спорта, в основном летним. Но, в принципе, это вопрос решаемый. Я думаю, что люди пойдут без всякой, без зарплаты на энтузиазме и будут, так сказать, заниматься организацией вот этого вот, игр. Я думаю, что есть такие люди, можно найти. Но я так понимаю, что, в частности, речь шла именно о людях, которые будут непосредственно находиться на зарплате, которые будут, соответственно, начитываться перед соответствующим отделом нашей администрации и так далее. Ну, это идеальный вариант. Я вот просто еще хочу раз подчеркнуть, что мы уже как бы немножко бежим впереди, да. Нам нужно сначала привести площадки в порядок, вот где все это будет происходить. То есть надо просто для начала залить хороший лед и его поддерживать. А дальше уже нанимать каких-то людей, да, которые будут на зарплате. Потому что, так сказать, проблему надо решать по мере поступления. То есть нету льда, ну, тогда о чем говорить. Ну, если, тем не менее, мы эту тему продолжим непосредственно инструкторов, да, Алексей Юрьевич, очень любопытно, насколько вот администрация этот вопрос действительно видит так же, как и общественная палата. Ну, мы видим, ну, так скажем, общественная палата пришла с инициативой. Инструктор по работе с населением – это не вновь какая-то появившаяся должность и затянтие. Это хорошая должность, которая была еще в советское время, а не, вот, можно так сказать, если институт, да, дворового спорта, он был достаточно хорошо развит. Были хорошие кадры, проходил отбор, там был уже немножко уровень другой. Мы даже о нем пока сейчас не говорим. Но в целом все идеи, которые по поводу общественного тренера озвучивает общественная палата, мы поддерживаем. Мы консультируем специалистов общественной палаты по поводу того, каким образом данный инструктор может зайти в какое-то муниципальное учреждение на зарплату, чтобы у него были определенные обязанности, чтобы он четко понимал тот график работы и объем работы, который он должен выполнять. И если мы, ну, так скажем, без тренеров инструкторов-общественников, которые будут бесплатно работать, мы все равно не обойдемся. Но тон и вектор развития им должны задавать те люди, о которых мы говорим, которые в муниципальных, ну, в муниципалитетах, в наших поселениях будут работать, в учреждениях, и организовывать те дворовые мероприятия, которые проходят по всей России. Я говорю о Кожаном мече, Золотая шайба. Это те традиционные турниры, которые, ну, к сожалению, мы не всегда принимаем в них участие. Но, действительно, это такое, это достаточно хорошее мероприятие, в которых можно участвовать. А если мы поподробнее поговорим непосредственно про мероприятия, которые именно дворовый характер носят в нашем районе, то какие вот на сегодняшний день они имеются, да, и какие вообще планы у администрации Одинцовского района в этом направлении на 2017 год? Здесь, наверное, больше не у администрации района, а у администрации поселений эти планы. Мы просто их согласовываем, мы рекомендуем, мы предлагаем формат. Если вдруг мы получаем какие-то негативные отзывы, мы просим немножко изменить нам правила. Если вдруг кто-то считает, что судейство было не объективно, мы готовы помогать судействам. То есть мы здесь в качестве помощников, не прямых организаторов. Но такие турниры по футболу проводятся, такие турниры по хоккею проходят, но они больше, наверное, любительский такой уровень носят. Это инициируют сами поселения, администрации поселений. И команды-то там, наверное, не совсем дворовые. Да, действительно, они играют в дворах, они играют на тех площадках, которые в дворах залиты. Но команды уже давно сформировавшиеся, традиционные. Это хоккейные клубы поселений. У некоторых история там 60 лет, у некоторых истории 50 лет. Это такие уже серьезные, серьезные истории клубы. Солидные коллективы. Да. Я бы хотел еще добавить два слова. Вот мы говорили именно о хоккейных площадках. Вот есть во многих поселениях, есть такие площадки, которые сочетают в себе. Летом там искусственное покрытие, искусственная трава на этой площадке. А зимой они заливают, прямо на этой же площадке заливают каток. Понимаете? То есть вот одна площадка, она используется и для футбола, для мини-футбола, и для баскетбола, и для тенниса может использоваться. То есть не надо строить отдельную площадку для хоккея, отдельную площадку для футбола. Понимаете? Можно вот так вот совмещать, и очень удобно будет. Ну, я так понимаю, здесь применяются определенного уровня и технологии, соответственно, и стоимость подобной коробки гораздо более серьезная, чем то, к чему мы привыкли. Ну, она такая универсальная получается. Я скажу, там на самом деле эта стоимость, она не так велика, и в принципе, ну, это объективно. Мы все равно должны что-то делать, и мы должны создавать такие объекты, и они должны быть качественными. Когда мы уходим на дешевые какие-то комплектующие, они ломаются, борта не переживают зиму, их пробивает шайба. Естественно, такой вот есть тоже пример у нас, когда новая хорошая коробка, она не переживает сезон зимний. И ее вынуждены ремонтировать, и ремонтировать уже, если мы попадаем в программу, к примеру, областную, в какую-то ее строят, а на следующий год мы ее ремонтируем уже за счет собственных средств, вкладывая иногда больше, чем она стоила в начале. А универсальные площадки, ну, я не думаю, я видел несколько проектов, не думаю, что там большая цена. Можно просматривать, можно разговаривать с поселениями, с администрациями поселениями, это по силам у нас в районе их создания. И вот я хочу еще добавить, что вот эти площадки, они очень пользуются спросом. Вот именно маленькие вот эти вот футбольные, мини-футбольные, которые за сеткой, на них постоянно играют. Но почему-то вот в последние годы, я вот сколько раз вижу, играют там только таджики и узбеки. Местных жителей очень мало, это факт, это вот никто со мной спорить не будет. И я даже, не знаю, вот где-то я слышал, кто-то мне сказал, что в лесном городке, по-моему, проводили чемпионат какой-то дворовый по футболу. Ну, такой, как-то сами люди сорганизовались. И команда выиграла, сборная там таджиков выиграла, сборная Таджикистана заняла первое место. И это о чем говорит? Вот вам и делайте выводы, ребята. Вот, надо развивать, конечно, этот спорт, вот этот дворовый, в том числе хоккей и футбол, потому что, ну, стыдно проигрывать сборную Таджикистану, понимаете. А насколько действительно у нас есть отклик сегодня у людей, вот желание действительно массово выходить, массово, до той степени, что действительно, предположим, некий там инструктор дворовый сможет аж несколько команд создать в своем дворе? Ну, команды же сами создаются, то есть люди приезжают откуда-то, да он просто должен организовать какое-то соревнование или турнир, и все. В принципе, это не проблема. Если человек этим занимается, это очень интересно. Спрос у нас есть. В районе спрос достаточно большой на спортивные объекты, причем разного уровня. Действительно, люди хотят заниматься и хотят получить доступ. Если мы посмотрим залы спортивных школ, залы общеобразовательных школ, в вечернее время зачастую там жители занимаются спортом. Может быть, это не массовый, как нам бы хотелось, характер носит из-за не всегда полной информированности жителей о том, где можно заниматься. Но, я думаю, в скором времени мы сейчас готовим реестр объектов спортивных, и дойдет дело в итоге до информации о том, где, в какое время и куда обратившись, команда или жители индивидуально может прийти и позаниматься спортом. Это есть программа губернаторская сейчас. Министерство спорта сейчас, я говорил на прошлой встрече с вами о том, что нормативная база сейчас немножко меняется, формируется. И, так скажем, одним из критериев оценки работы муниципальных органов власти, это будет предоставление жителям возможности заниматься физической культурой и спортом. Вот именно на любительском уровне. Мы не говорим о спортивных школах, мы говорим конкретно о любительском уровне, когда в удовольствие люди приходят и проводят время. Ну что же, у нас как раз-таки есть пример совсем недавний, свеженький любительского турнира, как раз-таки по хоккею. И пример достаточно, в общем-то, действительно образцовой любительской команды «Снежинка», которая весьма успешно у нас играет не только в районе, но и на межрайонных таких вот любительских соревнованиях. Я сейчас предлагаю вам, а также нашим телезрителям посмотреть, как же это выглядит. Вместо клюшек лопаты и разминка превращается в расчистку льда. Снегопад, прошедший накануне финального дня соревнований, усложнил не только дорожные условия. Но настрой участников чемпионата на кубок главы сельского поселения Успенское боевой. А значит, у природы нет плохой погоды и игра состоится, несмотря ни на что. За кубок главы в горках десятых в этом сезоне боролись четыре команды. Назарьева, Петелина, Жаворонки и хозяева льда – хоккейный клуб «Снежинка». Мы знаем друг друга, эти команды участвуют и участвовали во всех первенствах Одинцовского района, в чемпионате Одинцовского района. Потом существует ряд разных турниров, которые проводят в различных сельских поселениях. Мы все друг друга знаем, и это просто добрая традиция и дань уважения спорту. Друзья по жизни, соперники на льду, взаимоотношения хоккеистов на игру не влияют. На поле никакого снисхождения, в жизни никаких обид. По итогам первого дня соревнований претендентами на золото оказались «Снежинка» и «Жаворонки». Первыми в финальный день соревнований разыграть бронзу на лед вышли команды Назарьева и Петелина. Накал страстей на чемпионате в горках был не ниже, чем на мировых соревнованиях. Игра великолепная. Играют на встречных курсах, хотя погода очень такая сложная. Вот снег идет конкретный. Но стараются на встречных курсах. Это интересная игра. Когда играют в одну калитку, это уж неинтересно. А вот так вот туда-сюда, туда-сюда – это великолепно. Матч закончился поражением команды Петелина. Бронзу чемпионата завоевали хоккеисты из Назарьева. Несмотря на поддержку болельщиков, студия танцев из горок десятых даже подготовила несколько перформансов в поддержку снежинки. В этом году удача оказалась не на стороне хозяев льда. Со счетом 3-6 кубок чемпионата завоевала команда «Жаворонки». Ну что же, вот такой вот у нас есть образец. Действительно дворовая, абсолютно вне коммерческой компании. Команда, которая, в общем, довольно давно уже играет, радует и сама себя, в конечном счете, игрой в хороший хоккей, и своих любителей, фанатов, поклонников. И у нас сегодня как раз-таки представитель имеется этой команды. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей Юрьевич Деленов, депутат Совета депутатов сельского поселения Успенское, и в том числе игрок хоккейной команды «Снежинка». Спасибо. Ну, Алексей Юрьевич, расскажите, как вообще вот появилась такая идея, действительно взрослые люди уже состоявшиеся, время от времени собираются, и, как показывает практика, действительно показывает неплохой хоккей? Ну, скажем так, мы старой закалки, еще с 80-х годов привели меня в хоккей, когда мне было 6 лет. Это был там практически первый класс. На тот момент организовал у нас команду Геннадий Иванович Ипполитов, это наш первый тренер, и, в принципе, вот весь наш путь дворовый мы прошли с ним. Вот. То есть наш хоккейный клуб, он как бы с историей, и в те далекие, там, 80-е, 81-е, 82-е, 83-е годы, то есть с 80-го по 89-й год команда «Снежинка» различных возрастов занимала первые места в первенстве «Золотая шайба». То есть это первенство Московского власти, первенство России и, в том числе, Союза. А если мы поговорим непосредственно про ваш состав, кто вас играет? Есть разные возрастные категории или все-таки состав один? Абсолютно разные возрастные категории, но, скажем так, в основном это те ребята, сейчас уже взрослые состоявшиеся мужчины, это те ребята, которые начинали свой путь любительского хоккея именно в команде «Снежинка». То есть мы вот, получается, 7 лет назад, в 2010 году, мы снова все собрались, объединились и стали вот двигать этот хоккей в массы. Начали, конечно, с себя. Навели порядок в своем поселении, поставили коробку, администрация поставила коробку. Ну и дальше, как говорится, пошло-поехало. Майки стали покупать, экипировались все. Вместе с этим стали приходить новые мысли, новые идеи, стали организовывать турниры среди поселений. На тот момент там у нас участвовало два поселения, потом их становилось с каждым годом все больше, больше и больше. Ну и в итоге в 2013 году вот мы взялись и организовали уже чемпионат Одинцовского района. Первый чемпионат Одинцовского района. Алексей Юрьевич, а как вы непосредственно лично видите себе дворовый спорт? Что это? Это альтернатива профессиональному спорту? Это какая-то дорожка, может быть, как к каким-то действительно уже соревнованиям и достижениям большим? Или это что-то совершенно особенное и обособленное? Ну, во-первых, это спорт. Во-вторых, это воспитание, общение. Потому что хоккей, да любой вид спорта, он требует дисциплины. Он требует ответственного подхода. И получается, что ребенок, который занимается хоккеем, он в полной мере ощущает на себе ответственность. Ответственность перед командой, ответственность перед своими боевыми товарищами, ответственность перед тренером, ответственность перед родителями. Потому что, если ребенок занимается хоккеем, это очень большая ответственность и очень большая нагрузка на родителей. Потому что отвези, привези, экипируй. Там какие-то слова умные, грамотные на путстве. Где-то нужно подуспокоить, где-то нужно, наоборот, подбодрить. Ну, вот как-то так. Поэтому нужно относиться к этому, скажем так, как к спорту, как к здоровому образу жизни, как к нормальному патриотическому воспитанию. Потому что не все становятся великими игроками, но все великие игроки вышли со двора. Скажем так, должно быть, все должно работать. И даже если, допустим, с поселения один, два, три ребенка попадут в какой-то профессиональный клуб, потом еще там дальше пойдут по своей спортивной карьерной лестнице, это уже хорошо. Это уже хорошо. Ну, и, соответственно, все эти спортивные объекты, хотя же та же хоккейная коробка, она не только используется как под хоккей, она используется и под массовое катание. Приходят с семьями, приходят с детьми, приходят компаниями, люди какие-то мероприятия, там дни рождения отмечают, то есть вот катаются в большой компании на коньках. Ну, вот, собственно. Ну, Леша, я бы раз хотел сказать, что ваша коробка, она же вообще универсальная, вот так, про что я говорил. Она летом используется под футбол. То есть, понимаете, там искусственное у них покрытие. Вы знаете, вот у нас есть хоккейная коробка, поселок Сосны, она зимой используется и для игры в футбол. То есть по льду, в шипах, взрослые, солидные люди играют в футбол. В этом нет ничего плохого. Но если мы говорим о наличии спортивных объектов в поселении, да, то в поселении, мое мнение, должна быть и коробка хоккейная, и площадка для занятия футболом, для игры в футбол, даже в зимний период. Это здорово побегать. Главное, чтобы все было чистенько, вычищено. Искусственное покрытие, оно и зимой достаточно эластичное, достаточно мягкое, нетравмоопасное. То есть и зимой можно спокойно поиграть в футбол. Поэтому этих площадок должно быть ровно столько, сколько необходимо. Алексей Юрьевич, а что касается раздевала, каких-то бытовых удобств непосредственно, они у вас там имеются? Да. У нас великолепное двухэтажное теплое здание. Там у нас, значит, располагается в одной комнате у нас спортивный зал. Вторая комната у нас, скажем так, это как функционирует сейчас и как общественная приемная, вот именно, и как офис, и как музей, скажем так, больше как музей. Потому что у нас много фотографий. Там вся история, скажем так, на стенах в виде фотографий, каких-то памятных призов, сувениров, медалей. Это не одно поколение копило эти награды. И вот мы сейчас все это у себя там... История команды Снежинка. Совершенно верно, да. Да. Две раздевалки, душевые кабины, то есть все как-то... А люди-то ходят посмотреть, как вы играете? И люди ходят, и, скажем так, у нас порядка 150 человек только каждый вечер катается на коньках. К нам едут со всех, скажем так, близлежащих территорий. Потому что лед у нас великолепный, раздевалки теплые, мы также, они доступны и для наших жителей, и для жителей поселения. То есть, пожалуйста, с туалетами. Ну что же, история действительно довольно поучительна и, в общем-то, вдохновляющая, я думаю. Будем надеяться, что таких коллективов, как ваш, как раз-таки при участии администрации, при участии общественных организаций у нас станет как можно больше. Спасибо, что приезжали. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о дворовом спорте, о том, в какой форме, в каком виде он у нас сегодня в районе представлен, какие у него перспективы на будущее, в чем он нуждается. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84, звоните в течение недели. Или напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района на их официальном сайте. Можно воспользоваться формой обратной связи или же написать электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. Передачей «Разберемся». Берегите себя и увидимся.